Чухлебов совершил злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда. Лицом подвергнут по административному наказанию за деяние предусмотрена часть 4 ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, совершенной в отношении того же судебного акта, преследующих обстоятельствах. 26 января 2017 года Ленинским районным судом города Воронежа вынесено решение о возложении обязанности на ООО «Блокнот медиа» Чухлебова Михаила Александровича в 10-дневный срок со дня вступления в законную силу решения суда опубликовать опровержение сведений, порочащих честь и достоинства Майкина Геннадия Ивановича путем размещения в сети интернет по адресу «ХТТП Блокнот Воронеж.ру» со ссылкой на решение суда. Обстоятельствами смягчающих наказания Чухлебова суд признается состояние здоровья подсудимого. Тот факт, что он является пенсионером, наличие у него ведомственных наград и почетных грамот, а также поощрение по воинской службе. Обстоятельства отягчающих наказания подсудимого не установлены. При вышеуказанных обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что исправление Чухлебова, восстановление социальной справедливости и предупреждение о совершении новых преступлений в рассматриваемой ситуации возможно предназначение Чухлебова наказанием и не штрафом. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Воронежский областной суд через Ленинский районный суд города Воронеже в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осуждены в тот же срок праве ходатайства о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции. Содержание приговора, порядок и сроки обжалованного приговора понятны? Ну, судя по вашему кивку, исходим с того, что понятны. Протокол судебного заседания будет изготовлен в течение 3 суток. Можете подать на него свои замечания в случае необходимости. Они также будут рассмотрены судом. По ним будет вынесено соответствующее постановление. Судебное заседание окончено. Всем всего доброго. Не будем мы подавать, не подавать ваше честь. Ваша честь, я только штраф и все? Да, значит? Так? Вы получите копию, прочитайте, все будет написано. Понял, ваша честь. А платим мы что там, 12 тысяч, да? А почему 12? Там остается на пенсии. Это 50 тысяч, да, срок, размер наказания до 50 тысяч штраф по этой статье, по санкции статьи. Это, в общем, ждали какое-то там усиление за это, дождались 1 числа, статья появилась новая, для меня, то есть появилась. Вы понимаете, что если вы меня опровергаете, то и дальше так же приставы будут там ходить, а потом... По кругу ходить? Да, а потом до уголовного дела. Будем тогда подавать. Ну, только деньги платить мне нечем. Что мне, ногу или руку продать?